Виктор Владиленович, перепады температуры, сезон простуд, все это заставляет задуматься, как нам все-таки не заболеть, не заразиться, а еще кривая роста заболеваемости ковид упрямо идет в гору, а плюс еще грипп и смешанность вот этих вот инфекций, она конечно настораживает. Когда особенно мы находимся в коллективе, среди людей и когда общаемся, мы волей-неволей прислушиваемся к тому, говорит ли человек в нос, например, и окружающие начинают настораживаться, начинают от него как можно дальше отодвигаться, потому что все понимают, какие серьезные последствия несет ковид-инфекция, кто уже перенес ее, не понаслышке знает и старается максимально избегать. Так вот, у меня такой вопрос, если все-таки мы что-то подхватили, где-то что-то подцепили, застудились, простудились и начинает хромать у нас носовое дыхание, и чтобы нам все-таки как-то себя быстренько привести в порядок, каких правил мы придерживаться должны, или что мы должны делать, или может быть есть какая-то универсальная точка противовирусная, которая вот в самом-самом начале может остановить развитие вирусной инфекции. Замечательно вы задаете вопросы, пользуясь случаем, я хочу сказать о том, что наши великие учителя, наши великие пращуры в системе здравоохранения, в первую очередь это мои великие тибетские учителя, нас всегда учили и говорили о том, что следуя, соблюдая законы перехода сезонности и в этом плане помогая себе переходить из сезона в сезон, вы будете защищать себя от того или иного вида страданий, от того или иного вида заболеваний, которое вам несет очередной сезон. Вот в данном контексте вашего вопроса осень, переход в зиму, очень тревожная система с точки зрения эпидемической обстановки, очень резкая смена температуры, условно говоря, вчера температура была плюс 20, сегодня плюс 15, завтра она будет плюс 10, наша система не успевает срабатывать, в этом плане у нас какие вещи начинают страдать, какие органы начинают страдать, это состояние наших почек и состояние нашей бронхолегочной системы. Для того, чтобы себя защитить от этого, есть замечательные приемы, есть замечательные биологически активные точки, которые помогают профилактировать, которые помогают перейти из сезона в сезон. Но, коль вы задаете вопрос, а если уже это случилось, а если это уже гнусавость, а если это уже заложенность носа, а если это уже продрома конкретная, уже ломит суставы, уже то есть человек заболел, что в этом плане нужно делать? Помните, пожалуйста, уважаемые коллеги, о том, что поражение носового дыхания очень коварно в той части, что когда у нас заложен нос, мы, естественно, начинаем дышать ртом. Рот в этом плане у нас менее защищен, чем наши носы. Почему? Потому что, когда мы рассматриваем нос, это только на первый взгляд нам кажется, что у нас, как говорится, две дырочки, для того, чтобы в воздуш их зашел. А на самом деле нос – это очень сложная организация, это очень сложная система уложения. И имея в своем формате четыре камеры носовых, естественно, сам наш организм, он защищает, во-первых, он защищает себя от инородных примесей, которые находятся в воздухе, он защищает нас от вирусов, от бактерий. И тогда, когда происходит заложенность носа, значит, у нас начинает формироваться ротовое дыхание, открытый рот. Вся эта гадость внешняя заходит в нас, не успевает, в смысле, успевает там навести, как прежде говорили, бордельера. Мы начинаем болеть очень тяжело, потому что включается бронхолигочная система и далее по списку. Поэтому для того, чтобы себя защитить уже от проявлений заложенности носа, у нас есть три замечательных подхода. Первый из них подход, как это ни странно, находится у нас сзади, на затылке, вот они, знаменитые точки духа, знаменитые точки фэн-чи. Найти их очень легко. У каждого из нас на голове, сзади, на затылке, находятся так называемые зрительные бугры. Вот найдите у себя, пожалуйста, самую возвышенную часть на затылке и буквально скатитесь своими пальчиками вниз, вот-вот под это пространство, под бугорковое пространство. И вы там найдете две таких мышечных вмятинки под этими бугорочками. Это и есть знаменитые точки духа или знаменитые точки фэн-чи. И прежде чем применять какие-то аэрозоли, прежде чем применять какие-то процедуры, связанные с восстановлением или с попытками восстановления дыхания, обязательно вам нужно эти вещи промассировать. Каким образом? Я настоятельно вам рекомендую делать это два раза по количеству приема вашей пищи. Сколько раз вы в день едите, сколько раз вы в день перекусываете, обязательно перед каждым приемом пищи, перед каждым перекусом воздействуйте на эти места и через 10-15 минут после того, как вы приняли пищу. С чем это связано? Это связано тем, что, относясь к энергетической системе канала желчного пузыря, мы подразумеваем о том, что все наши проблемы, связанные с вирусным уже поражением, уже с началом наших проблем, связанных с вирусной инвазией так называемой, у нас начинает страдать система нашей детоксикации, система нашей очистки, за которую, в первую очередь, у нас отвечает качественно работающая желчь с качественно работающим желчным пузырем. Сразу принимаю оппоненцию с той стороны. А если нету желчного пузыря? Не имеет значения в данном случае. Есть ли у вас желчный пузырь? Нет ли у вас желчного пузыря? Желчь у вас вырабатывается печенью, желчь у вас выходит через общепеченочный и через холедохи, дальше двенадцатиперстную кишку. Поэтому, в этом смысле, в этом смысле, не имеет значения, есть ли у вас пузырь или нет. Поэтому, если у вас заложен нос, если у вас сопли бегут, тем более сопли уже зеленого цвета, слизистые, неприятные, вплоть даже до того, что это уже развился гнойный гайморит и гнойные фронтиты, пожалуйста, имейте в виду, что воздействие на точки фэнчи в системе коллаборации с протокольными назначениями, а это могут быть антибиотики, это могут быть нестероидные препараты противовоспалительного типа, не забывайте, пожалуйста, о том, что точки фэнчи вам помогут помочь облегчить состояние ваших носовых проблем. Но если, слава Богу, у вас таких проблем сильно не выражено, у вас просто состояние заложенности носа, вы не можете просморкаться, вы вынуждены дышать больше ртом. Мы рекомендации по применению точек фэнчи оставляем, но плюс к этому мы прибавляем воздействие на знаменитую точку Су-Ляо. Вот здесь, к сожалению, у Иннокентия, видите, вот разделено на две части, а если мы с вами возьмем Матильду, и я думаю, что наши помощники нам помогут, вот, посмотрите, видите? Кончик носа. Кончик, самый кончик носа, вот он, самый кончик носа. Он может быть разным, посмотрите, какой красивый нос у моей жены, и какой, так сказать, мюнхенский нос, так сказать, у вашего покорного слуги. Но у красивого носика Татьяна Владимировна есть вот свое окончание, видите, вот он, точечка Су-Ляо. А у моего некрасивого носа, мюнхенского, тоже есть точка. Вот она, точечка Су-Ляо. Что мы делаем с этой точкой? Мы очень аккуратненько ставим свой указательный пальчик, и в течение 90 секунд мягким образом воздействуем на это место. На это место. По часовой стрелке по отношению ее к собственному телу, к собственному носу. К собственному носу. Ровно так же, как мы работаем на точке Фэн-Чи по 90 секунд справа налево. То есть мы отработали с вами правую точку, потом переходим на левую точку Фэн-Чи, и после этого мы переходим с вами на точку Су-Ляо. Почему именно в таком плане? Объясняю почему. Потому что если мы начинаем воздействовать вначале на точку Су-Ляо, мы с вами можем избытки слизи, которая в носу, просто обрушить на неподготовленную глотку. И зачастую это приводит к тому, что у нас формируется дополнительный кашлевой рефлекс, не все из нас могут с ним справиться, не у всех полноценное, так сказать, работает в этом смысле сопряжение голосовой связки, и поэтому может быть просто попадание слизистого содержимого носа именно не в пищевод, откуда мы, так сказать, можем это изрыгнуть, который мы можем, или очень тяжело, если это попадает через бронхиальное дерево и через бифуркацию попадает потом в легочные поля. Поэтому вначале, еще раз я возвращаюсь, потому что вначале делайте это, вы стимулируете, что мы добиваемся этим. Мы добиваемся том, что у нас усиливается работа ромбовидных мышц. Усиливается работа ромбовидных мышц, мы приподнимаем задние, заднюю поверхность, туловище, то есть мы приподнимаем мышцы, которые держат ребра сзади. Вот они, вот эти вот места, вот они, видите, вот тут ребрышки под мышцами находятся. Мы приподнимаем, мы усиливаем, посмотрите, у нас разворачивается грудная клетка, разворачивается грудная клетка, то есть у нас укорачивается сами бронхиальное уложение. Бронхи укладываются, расширяются легочные поля, у нас улучшается дыхание. И в этом смысле, в этом смысле мы помогаем рефлекторно уже нашему носовому дыханию на извлечение оттуда мокроты, на улучшение дыхания. У нас улучшается в целом процесс метаболизма, кислородного обмена, который сам по себе является противовирусным, противобактериальным и так далее, так далее по списку. После этого воздействуем на замечательную точечку суляу. Ровно так же, как я вам говорил, что если вас это беспокоит в течение какого-то определенного времени, проработали фанчи перед приемом пищи, после приема пищи, повоздействовали на точку суляу. Таким образом, мы помогаем системе санации носовой полости, мы помогаем системе обновления слизистой, мы в буквальном смысле очищаем из слизистой, вытаскиваем из слизистой все то, что туда импрегнировано, то, что туда уже забито, то, что там уже бактериально-вирусно поражено, и улучшаем состояние общего обмена, улучшаем состояние нашей защитной функции. Поэтому вот пользуйтесь, пожалуйста, этими моментами, пользуйтесь, пожалуйста, этими биологически активными точками, и как когда-то писали, будет вам счастье. Вот так быстро, буквально мгновенно, вы можете помочь себе, когда вы чувствуете, что у вас начинается насморк, начинает течь из носа, появляется заложенность носа, вы не знаете, во что это дальше вылиться, вот чтобы ни во что неприятное не вылилось. И чтобы потом это неприятное, извините, не выливалось. Вот таким образом вы можете помочь себе прервать развитие заложенности носа, насморка, возможно, даже температуры, прервать опускание инфекции в дыхательные пути, прервать развитие самого заболевания, ну и, конечно же, список последующих действий. Мы о нем с вами подробно поговорим на нашем ближайшем вебинаре. Как все-таки не просто оказать себе скорую помощь, но и надежно защитить себя от развития гриппа, ОРВИ, коронавируса, это, кстати, немаловажный вопрос, кто-то уже по нескольку раз переболел и каждый раз говорят о том, что тяжелее и тяжелее выходить из самого заболевания, а главное из его последующих последствий. Поэтому, пожалуйста, приходите на вебинар. Регистрация в описании под этим видео. Вебинар у нас будет для закрытой группы. Пожалуйста, вступайте в предсписок закрытой группы. Переходите прямо сейчас на наш телеграм-канал и получайте еще больше таких скоропомощных упражнений. Помогайте себе, помогайте близким и сделайте все, чтобы сберечь свое здоровье, сезон простуд и вирусных инфекций. И, кстати, пользуясь случаем, благодаря приглашению и со стороны Татьяны Владимировны, и, конечно, меня, я хочу сказать, что мы на вебинаре подробнейшим образом остановимся на специфике помощи себе как раз-таки в переходные вот эти моменты. Потому что остальные сезоны у нас впереди. Ровно так же нас ожидают неприятные в этом смысле вирусные атаки в переходе из зимнего момента весенний. И ровно так же никто не дает полной гарантии о том, что весной нельзя попасть под обаяние. Под обаяние вирусной и бактериальной опасности. Поэтому на вебинаре мы подробнейшим образом остановимся на системном подходе в лучшем смысле этого слова к профилактике. Перестаньте бояться этого слова. Полезное и нужное слово – профилактика. Пользуясь случаем, хочу лишний раз вам напомнить знаменитую латинскую поговорку на русском языке. Предупрежден – значит вооружен. И, пожалуйста, уважаемые коллеги, дорогие слушатели наши, дамы и господа, помните, пожалуйста, о том, что предупреждение и успешное избавление от вирусной опасности – это отодвигание нашими с вами общими руками от онкологических проблем. Помните, пожалуйста, о том, что в огромном количестве случаев именно вирусная патология является причиной развития раковой опасности. Помните, пожалуйста, об этом всегда. Поэтому от вирусов надо и нужно защищаться умело, безопасно и надолго. Будьте здоровы и берегите себя! Продолжение следует... Продолжение следует...